Жду, когда операторы и режиссеры начнут подавать в суд на искусственный интеллект. Потому что, ну, напомню, меньше года назад, в апреле 2023, вот это было самым продвинутым, что нам могли дать нейросети, генерирующие видео по текстовому описанию. Последним прорывом была еще не вышедшая в открытый доступ Lumiere от Google, примеры, сгенерированные в которой, показали месяц назад. Прикольные, но еще немного криповатые, учитывая, что, ну, как бы это выборка лучших результатов. И тут OpenAI взяли такие и, а мы сделали свою ссора для видеогенерации. И она вот такое может. И это уже не просто странно шевелящиеся картинки, а нечто, выдающее достаточно осознанный видеоряд по текстовому описанию. С движениями камеры, с каким-то даже сюжетом в сцене. И, ну, крепоты там не очень много. Тоже, конечно, надо понимать, что они пока что показали отдельные, наиболее удачные примеры генерации. Но это уже, как бы, ээээ, что творится, офигеть. Вот сейчас это то, что ссора якобы выдала по запросу «История жизни робота в киберпанковом сеттинге». Какие-то странные триповые говнища, похожие на мои кошмары две недели назад, когда температура была за 38, и она тоже, конечно же, создает. Но, блин, в каком качестве? Сейчас еще проводится закрытое тестирование, но когда выпустят в общий доступ, готовься к потоку трэшовых фейковых видосов, конечно. В ближайшем будущем, мне кажется, назревает вероятность возникновения какого-нибудь такого подписочного сервиса, где фильмы и сериалы будут генериться для тебя по запросу. Ну, сценарий, звук, музыку, теперь получается и видео, все это могут клепать нейронки. Ну и заходишь ты, как бы, в этот сервис и вбиваешь там что-нибудь, типа, сегодня хочу посмотреть полуторачасовой фильм про вампиров-супергероев. Вот ровно столько у меня есть времени. И он тебе такой, а, братишка, я тебе покушать принес. Морбиус 2. Ну, хуже первой части нейронка не справится сделать. Ну, а то, что делают реальные живые люди, может быть, станет только больше ценниц. Вот как, например... И пока нейронки для генерации видео еще не стали большой проблемой... Я, наконец-таки, нашел тот самый онлайн-университет, в котором я выучу Пайтон-разработку. Скайпро называется. Слушай, ты уже вот 5 лет почти каждую неделю на какие-нибудь новые курсы записываешься, так ничего и не закончил. Да, знаю, но в этот раз все будет совершенно не так. Семеро из десяти студентов Скайпро доучиваются до конца. Им кураторы помогают на протяжении всего обучения и с мотивацией, и с домашками, и с дедлайнами. Да и вообще, если я снова передумаю, я бесплатно в первый месяц учебы могу поменять курс на какой-нибудь другой, ну, там, тестировщик или аналитик, маркетолог, дизайнер, например. Той, гей, о, хорошо. Это неплохо, учитывая, как ты любишь туда-сюда скакать, это прям полезная фича. Но вообще я в этот раз серьезно настроен на Пайтон-разработку. Сейчас отучусь меньше, чем за год, и потом через 4 месяца буду по 200 тысяч рубить. Карьерный центр Скайпро поддерживает тебя, даже когда ты уже на испытательном сроке на своей работе. Да и вообще они прям в договоре гарантируют, что помогут найти работу или вернут деньги. Я-то точно попаду в те 95% выпускников, что они трудоустроили. Ну и в те 97%, которые прошли испытательный срок до конца. Вообще беспроигрышный вариант. Слушай, ну я все равно как-то не понимаю, ну кто тебя после одного курса возьмет за такие деньги работать без опыта? Ну смотри, 70% курса это работа с реальными кейсами, да? Чем это не опыт, м? А на выходе еще и 5 готовых работ как бы в портфолио будет. Так еще и диплом гособразца дадут. Что, ты бы меня не взял? Блин, слушай, ну я не знаю, ну как-то прям идеально, я даже не знаю, к чему еще прикопаться, какие-то еще вопросы задать, ну. Да какие еще вопросы? Ну что-нибудь придумаешь? Проходи по ссылке в описании, оставляй там заявку на карьерную консультацию и люди, у которых подвешенный язык и ненормально все могут рассказать тебе, помогут определиться с карьерой. А по промокоду, хорошо, еще и скидку 50% на все курсы Скайпро получишь. Ссылка в описании или вот по этому QR-коду. Угу. Хорошо. А теперь, это, учиться не надо идти? Да, 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 сейчас пойдем. Вот уже, уже пишу вещи умные. Hello world. И пока нейронки для генерации видео еще не стали большой проблемой, авторы книг уже какое-то время судятся с создателями больших языковых моделей. В прошлом году некоторое количество писателей подали коллективный иск на OpenAI за то, что Ча Джи Пити списывает. Ну, в смысле, что он якобы обучался на спираченных их книгах и что теперь пишет их словами. И вот, наконец, прошло заседание в окружном суде штата Калифорния, в котором судья Расселли Мартинес Ольгин собственно, обкашляла вопросики на эту тему. В частности, вопросик о нарушении цифрового авторского права. Это когда нагло списывают в интернете. О косвенном нарушении исключительного авторского права. Это когда списывают, но не точь-в-точь, чтобы не спалили. О финансовом ущербе авторам книг. И о недобросовестном использовании книг для тренировки чат-бота. И похоже, что OpenAI, ну, пока что, по крайней мере, в безопасности. Потому что истцы не убедили судью в том, что чат-жепи-ти что-то там плагиатит. Чисто технически, производные произведения, бот не пишет, значительного совпадения ответов бота с произведениями писателей не наблюдается. А о финансовом ущербе можно только фантазировать, потому что это совершенно разные продукты. Единственное обвинение, которое прошло, ну, в дальнейшие заседания, это недобросовестное использование книг для тренировки большой языковой модели без согласия авторов. Немного, конечно, от этого странно, потому что тогда всех, кто читает книги и в результате этого становится умнее, как бы тоже можно тащить в суд. Но, не знаю, возможно, эта штука пока что просто не совсем вставляется в современные законы. Будучим когда-нибудь, надеюсь, пропишут эти моменты так, чтобы защитить оригинальных творцов. Вот, может, и режиссеры тогда смогут задушить OpenAI и их ссору. Сам принимает. Ну, у одного чела все-таки получилось засудить чат-бота. Ну, там, не совсем чат-бота. Короче, у канадца Джейка Мофф, а то умерла бабушка. Сделала она это не кстати, в противоположной части континента. Поэтому Джейк пошел на сайт авиакомпании Air Canada и поинтересовался в поддержке у чат-бота. Ну, знаешь, как выскакивает сбоку, типа, чем вам помочь. Поинтересовался, че, как вообще работают тарифы, связанные с похоронами. Типа, у них в этих случаях возможны какие-то льготные цены. На что чат-бот ответил, чечек, все на мази, бронируешь сейчас билет, оплачиваешь полную стоимость, а потом просто в течение 90 дней подаешь заявку на вот эту похоронную скидку и разницу тебе возместят. Все, схвачен. Ну, и забронировал он билет из Ванкувера в Торонто за 1600 канадских долларов. Пипец, как дорого. Почему так дорого у них стоит внутренний перелет? Не понимаю. Только вот бот поддержки, с которым он общался, как любая уважающая себя большая языковая модель, нагаллюцинировал и дал неверную информацию. На самом деле, по правилам авиакомпании, если билет уже оплачен, никакие льготные компенсации невозможны. Надо подавать заявку заранее. Поэтому, когда Джейк пошел запросить возврат по льготному тарифу, ему вежливо ответили «Здравствуйте, усосите Бибу». Биба Джейка не устроила, и он продолжил требовать деньги, ну, потому что, как бы он сделал все, как ему сказал официальный чат-бот, в официальной поддержке. Но Air Canada согласилась дать доставучему клиенту купон в 200 канадских долларов, ну, типа, на будущие перелеты. Джейк, как бы, ну, не согласился с этим, и в ответ дал им тоже купон на судебное разбирательство. И как авиакомпания не пыталась там отпираться и отмазываться, мол, мы не несем ответственность за галлюцинации своего чат-бота, клиент должен был самостоятельно проверить информацию на сайте. Судья принял, ну, как бы, логичную сторону истца и призвал Air Canada частично возместить стоимость билета, а также покрыть судебные расходы, потому что, ну, клиенты не должны сравнивать информацию на сайте с другой информацией на этом же сайте. А там еще, черт, разбери, где правда, где нет. Ну, и как бы, если чат-бот выполняет роль официальной поддержки, ну, авиакомпания должна нести за него полную ответственность. От этой искусственно-интеллектовой поддержки Air Canada, кстати, после этого суда отказались. Не мудрено. В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он осознает, что Исландия, страна, название которой означает ледяная земля, выглядит вот так, а Гренландия, зеленая земля, ну, это как-то так в свою очередь. Но, по последним данным, в период с 1980 по 2018 год, более свежие данные еще обрабатываются, площадь гренландских ледников уменьшилась на 28700 квадратных километров. Это большая цифра, но пока не катастрофичная, так как общий размер ледового щита на острове более полутора миллионов квадратных километров. Как бы надо повторить, пока. И если ничего не делать, в ближайшие 30 лет Ландия, вероятно, все-таки станет грен. Почему это плохо? Ну, во-первых, как я уже рассказывал в шортах, весь теплообмен в мировом океане может пойти по жопе, и в Европе вообще ледниковый период наступит. Ну, а не только это. Типа, ну, казалось бы, самой Гренландии только лучше должно быть. Льды сойдут, можно там зерно засеять, там, леса посадить, ветряки поставить, в конце концов. Но нифига! Большинство этой освобождающейся от льда территории это болото. Причем, болото, ну, когда они не замерзшие, выделяющие метан. А мы уже и без этого дополнительного источника парниковых газов выкидываем их дофига. А еще благодаря снегам и льдам Гренландия отражает обратно большинство света, который на нее падает. Но если этот белый покров пропадет, она начнет впитывать в себя все тепло, которое дарит ей солнышко своими лучами. А Гренландия это самый большой остров на Земле. Чуть больше двух миллионов квадратных километров это больше Мексики. Так что и выброс метана, и вот это вот впитывание тепла в поверхность Земли будет заметно в глобальных масштабах. Самое неприятное в этой новости то, что прогноз ограничивается наблюдениями до 2018 года. Как ты помнишь, последние пару лет мы постоянно бьем рекорды теплости. По идее, сейчас эти ледники тают еще быстрее. Исследователи Вандербильдского университета нашли новый какой-то подход к анализу работы мозга и конкретно белого вещества с использованием ФМРТ. Оно каким-то образом объясняется вот этими вот картинками, что ты сейчас видишь. Если очень хочется разобраться, конечно, не смею тебя останавливать, но это, честно говоря, не так уж и важно. Суть в том, что по их выводам белое вещество мозга, которое, как раньше предполагалось, нужно, чтобы просто передавать сигналы из одного участка серого вещества в другое, способно образовывать всякие хитрые связи на много входов и много выходов. То есть, если нужно доставлять сигнал из одного участка серого вещества одновременно в несколько, ну, серое вещество мы технически типа думаем. Или компоновать сигналы из нескольких участков и доставлять их в один. И вот такие вот паттерны связи в белом веществе могут адаптироваться, они появляются новые, какие-то пропадают, все меняется. И вот открытие, которое они параллельно со своими исследованиями сделали, это то, что с возрастом хоть количество вот этих вот хитрых связей в белом веществе снижается, они становятся намного разветвленнее и интенсивнее в лобной доле. То есть, предположительно, всякие связи, отвечающие за координацию, в целом за моторные функции слабеют, а высшие когнитивные функции типа речи как-то типа немножечко ну как бы меняют отвечающие за них части мозга и перемещаются в лобную долю. То есть, это некая компенсация того, что мозг в целом стареет. И возможно, поэтому у людей постарше многие процессы происходят как-то по-другому, они думают как-то по-другому, и вот в этом процессе кроется и мудрость, и признаки Альцгеймера и всякое ворчание, что раньше было лучше и что молодежь-то теперь уже не та, не то, что в наше время и музыку тупую свою громкую слутишком слушает. Какие еще выводы делать из своих обнаружений ученые еще не придумали, но будут продолжать исследование, они сейчас хотят в сторону болезни Альцгеймера пойти узнавать какие-то признаки из этого. Пользуясь тем, что я вещаю на тысячи людей, хочу принародно поблагодарить DoSan Robotics за то, что они немного приукрасили один из моих любимых апокалиптических сценариев восстания машин изобретением робота-бармена. Ну, то есть он тоже тебя собирается убить, но просто делает это как бы весело, приятно тебе, вкусно, хорошо. Миксмастер Муди, такой вот не очень благозвучный славянскому уху название Он Муди от английского слова mood настроение Не то, что тебе в голову сейчас пришло. По задумке создателей чудо-бармен по выражению твоего лица понимает, какое у тебя настроение и автоматически делает просто вот идеальный для этого настроения коктейль. Сейчас роба-рука способна распознать семь эмоций радость, грусть, фрустрацию, злость, страх, удивление и да нормально у меня дела нормально себя чувствую и предложить четырнадцать коктейлей. Семь алкогольных, семь безалкогольных. Вот оно! Будущее, которое мы заслужили. Непонятно только обязательно ли во всем процессе еще нужен человек, который наливает непосредственно в стакан коктейль или это просто на презентации у них что-то там почему-то они не могли сделать роботом это. Ну и раз мы о роба-руках, Space Mirror, такой дистанционно управляемый робот-хирург, успешно провел операцию в космосе. Не в открытом, на борту МКС, ну как бы и не совсем сам провел. Операцию непосредственно проводил хирург, а вот он управлял Space Mirror, но хирург был на Земле, а робот на орбите. Операция из себя представляла натяжение резиновых лент и последующее их разрезание, ну то есть такая симуляция. И несмотря на невесомость, и несмотря на задержку почти в секунду, была признана успешной. Так что очень скоро туристам, когда у них это раздуется аппендикс, его им смогут удалить легко, для этого не нужно даже иметь хирурга на борту. Класс. Альтернативно, если, ну, не в космосе, всяким Сашенькам больше не нужно краудфандить на дорогостоящие перелеты в Германию, где проживает единственный врач, который может вылечить их неизлечимую болезнь. Теперь они просто будут собирать деньги на дистанционно управляемого робохирурга. По результатам опросов и голосования большинство зрителей этого канала хотят больше шпротного мерча. Мы вас услышали. Скоро запустится новая партия вещей именно с этим дизайном. Некоторые будут выглядеть так же, как и раньше, некоторые чуть иначе, но им нужно место на складе. Помоги нам его освободить. Проходи по ссылкам в описании на удобный тебе маркетплейс, будь то Озон, Вайлдберрис или Мамкупи и покупай любые понравившиеся тебе штуки. Но я бы хотел обратить твое внимание на эти замечательные кружку и блокнот. Мне кажется, мы им уделяем куда меньше любви, чем следовало бы, когда рассказываем про мерч. Помимо любого горячего напитка на твой выбор, например, в эту кружку вылезает 300 миллилитров мусорной водички. А все эти 50 листов формата А5 можно заполнить именами твоих врагов в надежде, что когда-нибудь шенигами найдет этот блокнот и они перестанут дышать. Ну, или хотя бы попьют мусорные водички с геном уродливости. Ладно, Стас, пойду я писать сюда твое имя. Пока. Я, кстати, записываю сюда имена всех, кто не это очень помогает. Ставь лайк, переходи по ссылкам, будь классным подписчиком. Не будь скуфом. Все, пока. Я пойду трогать свои лобные доли. Что?